Тяжелый атлет Тяжелый атлет Трехкратный чемпион России Бронзовый призер чемпионата мира Член основной сборной страны С 1995 по 2005 год Тренер Вячеслава Яркина И по совместительству брат Владислав Яркин Владислав, здравствуйте Очень рады видеть вас в нашей студии Ничего не пропустила, перечисляя регалии? Почти все правильно Итак, очередная победа воспитанника, брата Но, насколько я знаю, Вячеслав не совсем доволен Своим результатом он считает, что Вместо серебра мог бы привезти Тбилиси и золото Как вы оцениваете его выступление? Объективно и я И старший тренер сборной России По взрослым Александр Венков Оценивают выступление Очень удачно, очень перспективно Дело в том, что Всем нам известно, что Мы не готовы были к этим соревнованиям И серьезную подготовку начали всего За 4 недели до соревнований Абсолютно находясь вне формы Абсолютно с нуля За 4 недели на тот результат, который он вышел Это очень, очень серьезно Это показывает правильность нашей методики Это показывает правильность нашего Вообще направления Ну и также, конечно, спортсмен проявил Волю и на сборах, и на помосте Прекрасное выступление И за этот короткий период Набрать форму, которую он показал На первенстве мира Это большая удача И мы на самом выступлении видим Что очень поднялся, скажем так Уровень Не то что результатов А очень большая плотность результатов Практически 10 человек Первая десятка Были одних очень высоких результатов Если мы будем сравнивать С предыдущими первенствами мира То 10, 9, 8, 7 место Могли вполне стать призером соревнований А такая плотность Ну, я первый раз с таким сталкиваюсь Ну, буквально пару слов о самом первенстве мира Кто были соперники Вячеслава И кому он уступил Вы знаете, очень интересный вот этот вопрос Потому что мы видим, что тяжелая атлетика Имеет очень серьезную динамику развития в мире Во-первых, в последние десятилетия Очень сильно развиваются Азиатские страны Которые раньше не было их заметно Япония, Вьетнам, Таиланд Ну, само собой, обе Кореи и Китай То есть, а там они, особенно в Китае На невероятном уровне Количественно занимаются И сейчас мы видим, что помимо развития в Европе Тяжелая атлетика Просто бешеными темпами развивается И на американском континенте Сборная США Как никогда выставили полную команду У них и призеры, и чемпионы В категории 69 выиграл представитель США Великолепная, одна из сильнейших сборных в мире По юношам, по молодежи По юниорам, по взрослым Сборная Колумбия Венесуэла, Мексика, Бразилия Начинает поднимать То есть, мы раньше их вообще не слышали Они сейчас не то, что развиваются А у них уже чемпионы У них уже сейчас олимпийская чемпионка С Канады стала То есть, география нашего вида спорта Очень сильно развивается И вот мы выступали, когда на юношеских олимпийских играх Тяжелоатлетика была одним из самых многочисленных в виде спорта По представительству стран Здорово И все же, кому он уступил? Уступил он на колумбийцу Колумбиец стал чемпионом И после него тоже Третье место тоже занял колумбиец Интересно Ну а есть у вас, как у тренера Какие-то сложности в работе с братом? А может быть, наоборот, преимущества? Есть и сложности, и преимущества Преимущества Начну с преимуществ Преимущества, это, конечно же Ну, в работе, когда ты тренируешь все-таки своего брата У нас с ним очень большая разница возрастная 18 лет практически разница И, скажем так, когда с одной семьей Я его вижу чаще дома Я чаще вижу его Знаю его состояние физическое на тренировках Ведь основное, это не то, что как он выступает на соревнования А основное, это правильно поставить тренировочный процесс Методику тренировок Выбрать правильную И здесь, конечно, вот эта родственная, близкая связь Она помогает Когда ты чувствуешь спортсмена Чувствуешь, как вот он Он проснулся, я уже вижу В каком он состоянии Сонный или наоборот хочет Я это вижу А сложность заключается, конечно же, на соревнованиях Заключается сложность в том, что когда выходит твой брат В принципе, ты переживаешь больше, чем за себя самого Когда я сам поднимал Я не так переживал И эти переживания, конечно, за один, за два дня Ты эмоционально, психологически сгораешь так Что часто думаешь Да зачем мне это нужно вообще Да зачем То есть спортсмена, ни родственника, ни сына Выводить намного легче, конечно же В городе гордятся таким земляком За спортивными победами внимательно наблюдают и в администрации нашего города Совсем недавно в мэрии вам вручали благодарственные письма С Вячеславом предлагаю посмотреть видеоматериал со встречи с заместителем главы города Вячеслав Яркин, воспитанник сочинского детско-юношеского физкультурно-спортивного центра по тяжелой атлетике Стал серебряным призером первенства мира среди юниоров Соревнования проходили в Тбилиси Туда спортсмен поехал с травмой И на помосте в Грузии был повторно травмирован Но стремление и упорство все же помогли подняться сочинцу на пьедестал Такого результата Яркин добился, подняв в сумме 333 килограмма В принципе доволен, тоже был не в форме, но обидно, что не первое место Всегда победы хочется на соревнованиях в Киеве не было Будем готовиться к первенству Европы, полимерам Но там, надеюсь, уже победа будет Как известно, Вячеслава Яркина тренирует родной брат Владислав Яркин Этому победному тандему сегодня и вручили благодарственные письма Рады тому, что в городе Сочи все-таки развивается достаточно серьезный вид спорта Чему свидетельствуют результаты непосредственно самого Вячеслава Безусловно, я хочу пожелать, Вячеслав, чтобы выступал ты с теми же успехами Но выступал уже на взрослых соревнованиях Я считаю, что потенциал у тебя есть, поскольку из года в год ты подтверждаешь свои возможности На первенстве мира в Тбилиси Вячеслав выступал как лидер сборной России Таковым его видят и в следующем олимпийском цикле Вот процитирую, у Вячеслава Яркина отличные перспективы стать одним из лидеров сборной России в следующем олимпийском цикле Это слова главного тренера мужской сборной России по тяжелой атлетике Александра Венкова То есть у Вячеслава уже есть опыт выступления не только на юниорских чемпионатах? Ну, конечно, в начале года, в феврале месяце мы выиграли Кубок России среди взрослых И готовились к чемпионату Европы, к сожалению, в состоянии здоровья И не дали нам полностью удачно там подготовиться А на данный момент мы рассчитываем только на выступления уже среди взрослых, в принципе, юниорских Хотя следующий год, 2017, это еще и его год юниорский Но мы планируем основные соревнования, планируемся это подготовка к чемпионату Европы и к чемпионату мира следующего года Летние Олимпийские игры, тема для российских спортсменов сегодня больная Но все же тяжелые атлеты не едут в Рио-де-Жанейро Перепроверка четырех допинг-проб дала положительный результат В итоге Международная федерация тяжелой атлетики не допустила всю сборную в Россию до участия в Олимпиаде Действительно ли такой большой процент спортсменов, употребляющих допинг? Ну, вы знаете, что вот сложный вопрос Не совсем я, конечно, готов на это ответить правильно Но я скажу, что я, в принципе, много был в сборной сам, много был, наблюдая, как это происходит сейчас Мне кажется, все-таки, вот эта истерия, которая наблюдается в последнее время со стороны, она немножко как бы не то, что преждевременно Дело в том, что спорт, по большому счету, на самом деле очистился от допинга, от стероидов, от анаболиков Очистился на 98%, грубо говоря, да, допустим Но вот эти 2%, которые остались, мне кажется, что если бы буквально еще полгода чуть-чуть подождали То этих вопросов бы не было Ведь почему сейчас система, спортсмен, который входит в сборную России и выступает в международном соревновании Уходит в систему международного тестирования Адамс Это когда к нему могут, он дает свое местоположение, где он находится в данный момент И к нему, он не знает когда, к нему всегда приедут, могут проверить, взять допинг-пробу и так далее Плюс лаборатории не стоят на месте И любой, даже самый кратковыводящий препарат, который спортсмены считали кратковыводящими То есть, ну, они ловят за большие сроки Там большие сейчас сроки И сейчас просто нет смысла и невозможно принимать никакие препараты И спортсмены, в принципе, по большому счету, сейчас, вот, никто же не секрет Вот готовится сборная России, там, по юношам, по юниорам и так далее Они не секрет, где они находятся И любая, ну, вот эти системы проверки допинг-тестирования Они приезжают, берут у них пробы Если спортсмен будет где-то что-то проверять, он просто не сдаст допинг-контроль На данный момент это употребление практически невозможно Ну, вот, а, как бы сказать, вот эти неудачные допинг-попы, взятые на Олимпиаде 12-го, 8-го года Там все мои товарищи, все мои друзья Ну, я не могу комментировать данное Обидно? Обидно, неприятно очень, да Был ли шанс у Вячеслава попасть на игры в этом году? Честно скажем, что шанса, наверное, не было, но в то же время он находился очень близко к этому делу Дело в том, что в категории 77 мы выиграли Кубок России в начале этого года Но в России есть спортсмен, это Виктор Гетц, двукратный серебряный призер чемпионатов Европы Участник чемпионатов мира, очень достойный там выступающий Выступал он два раза Он на данный момент объективно посильнее нас Посильнее, не там на три головы сильнейшую, не догнать его Но немножко посильнее Мы в конце года планируем догнать его И к начале следующего года мы планируем уже выйти вперед Ну, эти планы, если наш он услышит, конечно, может сказать, что и да нет, такого не будет Но каждый спортсмен должен рассчитывать, брать себе какие-то планки, пока мы эти планки выполняем Удачи и только удачи Ну, если снова вернуться к теме допинга Вы в своей школе готовы противостоять допингу? Возможно, вы ведете какой-то ликбез со своими воспитанниками на эту тему Знают ли они, какие витамины и коктейли им пить нельзя? Вот как у вас происходит? Вот вы знаете, та система, которая сейчас есть И те сроки, которые сейчас ловятся, там самые минимальные, там какие-то там стероиды или еще что-то такое Они практически исключают их неупотребление Вот что я имею в виду Этого на данный момент практически не нужно делать Но тренера все практически, они все с образованием У них же работает голова Если они, спортсмен у них поднимет хороший результат и выйдет на первенство России На первенство России берут тройку в основном на допинг-контроль Но берут некоторых, это в зависимости, как на это посмотрит Ну, та организация, которая берет допинг-контроль Они могут взять и восьмое место, и девятое место, и любое место могут взять И соответственно, если он несовершеннолетний, сейчас там правила То тренеру может грозить пожизненная дисквалификация Очень много санкций И в принципе, на данный момент, мое мнение У меня там часто спрашивают и где-то и тренера, и из других видов спорта Вот ты знаешь, подскажи где, что, что, как У меня однозначный ответ, я уже связан с этой системой постоянно Однозначный ответ Ребят, очень поменялась Все, система вся поменялась в подготовке Подготовка сейчас может быть только без употребления каких-то запрещенных субстанций Только без них готовится Все, поменяйте свой подход Ну, а теперь в целом об уровне и развитии этого вида спорта в городе и крае Насколько он доступен у нас? Вы знаете, что тяжелая атлетика, я много на эту дискутировал, на эту тему Спорт доступен, спорт бесплатный То есть у нас, я гарантирую, что если приходит ученик заниматься И, то есть он абсолютно бесплатно занимается в нашей спортивной школе Более того, он получает возможность ездить на соревнования Получать какие-то экипировки, там, необходимые для тренировок И если у него позволяет его личный уровень, его, то есть его прогресс в спорте То он может выйти на достаточно высокий уровень в спорте высшего спортивного мастерства Но, к сожалению, тоже мы можем констатировать, что тяжелая атлетика в городе баз для занятий мало У нас имеется две базы, одна в Адлере, неплохая база, одна в центре Сочи Но это базы управления образования, которые, в принципе, развивают Ничего не могу сказать, хорошо у них, то есть развивается база Одна вот на школе у Мадельяна, зал тяжелой атлетики небольшой И зал в Адлере на Дю США 4 и Поленина 40 У нас еще есть великолепный зал на территории Югспорта В центре сборных, подготовке сборных команд России Но у муниципалитета тяжелой атлетики все-таки, я считаю, что баз не хватает Ведь надо учитывать, что тяжелая атлетика – это базовый вид спорта Это, как и легкая атлетика, базовый вид спорта для очень многих других видов спорта Вы возьмите борцов, возьмите боксеров, возьмите… У них очень много тренировок проходит именно в зале тяжелой атлетики, в зале ОФП Все ОФП всех видов спорта, за исключением некоторых таких своеобразных, как марафонский бег, прыжки определенные Ведь все ОФП проходит в зале тяжелой атлетики Тяжелая атлетика является базовым видом спорта для абсолютно всех Возьмите бобслистых и вообще называют бегущие штангисты То есть у них вся работа идет в зале штанги Скелетон чуть меньше, но тоже так И очень у многих видов спорта это является базовым видом спорта И если мы сходим из этих понятий, то, конечно, залов у нас в городе недостаточно Вот даже такой пример возьмите – Югспорт У них очень много залов, да? Зал есть там один, стадионные, дорожки и так далее Но что больше всего востребовано? Зал тяжелой атлетики Потому что приезжают сборные, там у них сезон, одних там летний сезон, у других такой Но тренажерный зал и зал тяжелой атлетики всегда востребован Приезжает ли это легкая атлетика, приезжают ли это там санники, бобслисты и так далее Они все в зал тяжелой атлетики нужны Для этого, конечно, у нас в городе баз недостаточно однозначно Нужно развивать Конечно, в муниципалитете должно быть больше именно базовых вид спорта Ведь тяжелая атлетика, чем интересный вид спорта Вот они же стоят часто в боксе, в борьбе, в боксе, тяжелая атлетика Почему они очень перспективны и очень нужны именно с социальной точки зрения Именно государству нужны Потому что мы возьмем, ну ладно, мы с вами в Сочи живем А люди же, может, есть живут, в колхозах живут, в деревнях, в селах И какие-то вот отсталые районы есть И в любой подвал, в любой, я не знаю, там какой-то в колхозе какое-то место выделили Поставили туда помост, штангу и все И там при наличии хорошего специалиста может вырасти чемпион мира Так же, как борцов В подвал закинул маты борцовские, поставил туда хорошего специалиста И он может вырасти там мастера спорта, международника, чемпиона Европы и так далее Так же, как боксерам Им не нужно большой инфраструктуры спортивной Им не нужно там, мы можем строить, я не знаю, можем построить гигантскую там какую-нибудь ледовую арену А спортсменов там будет не так много заниматься раз И результатов не будет там, может быть, и никогда два А вот тяжелая атлетика, борьба, бокс Недаром это виды спорта такие, которые могут развиться в любом регионе База эта здорово, но вот прозвучала от вас фраза При наличии хорошего специалиста Вот да, действительно, многое в спортшколе зависит от тренеров И многим из которых не хватает энтузиазма Считает губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев И помимо того, что в некоторых районах не хватает площадок и секций В регионе Остров стоит проблема с кадровым голодом За 9 лет в крае возвели почти 4 десятка спортивных комплексов 20 бассейнов, 8 ледовых дворцов Но пока увлекались географией и строительством На второй план ушел другой вопрос Кто в них будет обучать юных спортсменов? Говорит губернатор Вот предлагаю послушать его комментарий Мы должны вернуться к тому периоду Когда количество спортивных кружков было так много Что не знало, какой выбрать То есть как нам сегодня вернуться к этому? То есть может быть на самом деле Ведь без тренерского, преподавательского состава Мы никуда не денемся То есть мы сейчас рассматриваем новое-новое строительство А может быть на начинку лучше сейчас подумать Может развернуться на их социально-бытовые условия жизни И в целом, чтобы молодежь пошла Потому что мы настраиваем, но пустое Я не хочу схватить я в Венской по самбо И по дзюдо сыну тренера я сказал, найти не могу Поддерживайте губернатора Прославленные тренеры сегодня действительно Как динозавры и замены им нет Я поддерживаю губернатора И даже вот скажу, что В нашем городе В нашем виде спорта этот вопрос Ну не то чтобы решается У нас есть такое замечательное учреждение Как училище Олимпийского резерва При РУДН Где директор Козлова Надежда Ивановна Которая готовит ежегодно специалистов И специалисты в нашем виде спорта во многом складываются Именно выходцами из ребят Которые получили образование именно в этом учреждении А вообще вопрос серьезный И здесь не знаю, что я могу посоветовать Такого, что не знает администрация края Но я думаю, здесь мы встречались с губернатором И с администрацией губернатора Вот я со своим спортсменом, с Вячеславом Мы после юношеских Олимпийских игр встречались И там губернатор со своим заместителем Александром Далудой Мы Очень правильно они сказали Что Большие результаты Такие хорошего масштаба Они невозможны без слаженной работы Всей команды Это начиная с спортсмен Тренер Администрация школы, где он находится Это администрация города Обязательная Это обязательно департамент по физической культуре Наверное, как основной Здесь Это в том же время, наверное, и городское собрание И руководство, наверное, области Вот того этого И только совместная работа Очень грамотная совместная работа Может позволить Достигнуть вот того уровня Которого мы хотим достигнуть В нашем городе, например, в Сочи Два человека Это Ирина Анненкова И Вячеслав Яркин Которые Добились выступления в соревнованиях Анненкова выиграла Слава стал вторым Серебряную медаль В максимальных соревнованиях Которые только возможны В детско-юношеском спорте В детско-юношеском спорте В мире Это участие в юношеских Олимпийских играх 2013 года в Нанкине То есть Это показатель развития Детско-юношеского спорта В стране Почему там было очень сильно представлено Руководство нашей страны На этих соревнованиях Я там был Я, конечно, очень впечатлен Проведением этих соревнований Я никак не ожидал Что по юношам Что-то подобное Я увижу, столкнусь И вот губернатор тогда Очень правильно сказал Что только совместные усилия Причем серьезные усилия Планированные усилия В этом могут привести к победам В большом спорте Но все же массовость Или достижения Главная цель вашей спортшколы А вот вы знаете Вот как состоит веревка Есть маленькие веревочки То есть Если ее разобрать Она намного маленьких Вообще до ниточек Мы ее разберем И вот Канат состоит Это три веревки Они сплетаясь Усиливают друг друга Создавая потом Канат Который имеет очень большую Может выдержать большую нагрузку Так и здесь Массовый вид спорта Как и спорт высших Спортивных достижений Они синергируют И усиливают друг друга То есть Без массового вида спорта Невозможно появление Спортсмена Высшего спортивного Мастерства То же самое и обратное Когда существуют Спортсмены хорошего уровня На них смотрят ребята Которые только пришли И хотят равняться на них Сейчас они получают Эти ребята хорошие зарплаты У них хороший уровень Их показывают по телевизору То есть И они хотят Быть такими Стремятся туда И тоже это Сказывается на массовость На набор в группе То есть воспитательная польза Какая-то есть? Конечно Они неразрывно связаны С друг с другом Без одного Не будет другого Ну и последний вопрос Что значит Быть успешным тренером? Это обычная профессия Или призвание Которое дано не каждому? Вы знаете Вопрос этот Очень сложный И стоит камнем раздора Между многими спортсменами И тренерами Даже на очень высоком уровне Если мы посмотрим Историю Взаимоотношений Олимпийских чемпионов Чемпионов мира Со своими тренерами То мы увидим Очень много конфликтов Очень много Потому что Тренер может быть Талантливым Именно в планировании Тренировочного процесса А спортсмену это мало Ему охота Чтобы тренер занимался Сейчас же Тренер это еще и Спорт во многом коммерция Тренер это менеджер Тренер пробивает ставки Выделяет какие-то Пробивает там где-то Квартиру Если спортсмен Высокого уровня Ставки, зарплата И так далее И вот этот вопрос Тренер я считаю Что должен сочетать Он Менеджером должен быть Широким Помимо того Что он должен быть Специалистом Это уже То есть Это само собой Что он должен правильно Спланировать тренировочный процесс Правильно вывести Спортсмена в форму Видеть объективно Его подготовку От дневной Да То есть Это же циклов И этапов подготовки Очень много То есть Как тренировочная Один день Недельный Месячный Год На 4 года На олимпийский цикл И так далее Это все надо видеть И просмотреть Но помимо этого Тренер должен обладать Еще менеджерскими свойствами Спортсмен должен Мы сейчас должны понимать У спортсмена Жизнь в спорте Особенно Последнее время Когда мы видим Что Спорт очистился И он не может Принимать стимуляторы Которые могут Пролонгировать Его жизнь В спорте Следовательно Жить спортсмены В спорте Сейчас будут меньше То есть Если раньше Они могли выступать До 40 лет И так далее То сейчас Этот возраст Упадет до 30 И так далее То есть Это однозначно И за этот возраст Если спортсмен Испытывает колоссальные Перенагрузки Колоссальные То есть Вот Работу он делает Естественно Вот этот короткий возраст Он должен быть Он должен оплачиваться Как этот Как сейчас происходит И с этим должен В основном Справляться тренер А у тренеров Вот здесь происходит Часто Либо он хочет Работать только в зале А там не хочет Либо этот Вот мы сейчас Например Я помимо Помимо тренировок Со своим братом Я также развиваю Свой канал Допустим На ютюбе Который является Также нашей Там рекламой Дальнейшей И так далее В то же время Люди могут зайти Посмотреть Какие-то те Тренировочные Которые вот Мы делаем То есть И мы Этим занимаемся И в то же время Какая-то менеджерская работа Постоянно То есть Нужно видеть В будущем Все Здорово Приходится совмещать Несколько профессий Обязательно Современному мужчине Сегодня редко Приходится Поднимать что-то Тяжелее Ложки Или мобильного Телефона А вот эти ребята Поднимают Тысячи тонн металла Которые приносят им Медали и звания А помогают В этом тяжелоатлетам Как в принципе Всем спортсменам Тренеры И именно Тренеры Доказывают Что ничего Невозможного В спортивном мире Не существует Ведь главное Это труд И сила воли Над совершенствованием Которых Они работают Каждый день Владислав Спасибо вам огромное За участие В нашей программе Успехов вам В вашем Свячеславом Победном тандеме Всего вам самого доброго Спасибо И на этом Программа Наша заканчивается Будьте в курсе Всех событий Которые проходят В нашем городе И да Главное в спорте Это победа Чего и вам желаю Субтитры сделал DimaTorzok